Добрый вечер! В эфире передача «Зона безопасности» и сегодня выпуски. На территории Брестской области участились случаи нового вида несанкционированного доступа к аккаунтам в мессенджере Viber. Профилактическая акция «Дети главный пассажир» в эти дни в очередной раз проводится в Брестской области. Парковки для автомобилей людей с ограниченными возможностями вновь в центре внимания Госавтоинспекции области. С 78-летнего пенсионера у жителей Барановичей на городской телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что дочь потерпевшего попала в ДТП. Далее дали трубку якобы дочери, которая подтвердила, что по ее вине совершено ДТП и на лечение необходима крупная сумма денег, иначе будет возбуждено уголовное дело. Мужчина поверил и передал прибывшему за деньгами курьеру 2400 долларов и 1600 евро. Сотрудники уголовного розыска Барановичского городского отдела внутренних дел и УВД Брестского облсполкома в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность курьера и задержали его в столице. Им оказался безработный 29-летний житель Минска, ранее судимый за кражи и хранение психотропных веществ. Злоумышленник пояснил, что ему в одном из мессенджеров предложили подзаработать, на что он согласился. Он приехал в указанное заказчиком место, забрал деньги у пенсионера, который в последующем должен был перевезти нанимателю. Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело. Продолжаем тему различных видов мошенничества в интернете. На территории Брестской области участились случаи нового вида несанкционированного доступа к аккаунтам мессенджера Viber. Так злоумышленники под видом официального представителя торговой интернет-площадки 21 век делают рассылку сообщений с предложением купона со скидкой. При переходе по указанной ссылке гражданам предлагается заполнить небольшую анкету с указанием номера телефона, на который привязан аккаунт мессенджера Viber. После заполнения анкеты на указанный номер приходит сообщение с кодом, который злоумышленники просят ввести на псевдо-сайте. Данное действие, как и любые другие, делать по сомнительным ссылкам категорически нельзя, так как после введения кода из смс-сообщения пользователь теряет доступ к своему аккаунту с указанным номером телефона, который в последующем будет использоваться злоумышленниками для осуществления мошеннических звонков. Важно знать, что на некоторых устройствах код из смс-сообщения после его получения может вводиться автоматически через функцию автозаполнения. Напоминаем, что любую информацию, касающуюся акций на торговых площадках глобальной сети интернет, вы можете узнать на сайтах официальных источников в соответствующих разделах. Будьте бдительны и не дайте мошенникам вас обмануть. Профилактическая акция «Дети главные пассажиры» в эти дни в очередной раз проводится в Брестской области. Главная ее цель – предупреждение травматизма маленьких пассажиров во время дорожно-транспортных происшествий. А скажи, есть такое у тебя детское кресло? Детское, да. Детское кресло. Нужно садиться на детское кресло, да, после чего ремешок выстегиваем и безопасно едет, да? Всегда это соблюдаешь. У нас два кресла – бустер для старшего и для младших креслов. Всегда пристегиваемся сами и их, естественно, пристегиваем. За прошлый год на территории области произошло 54 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. К сожалению, три детских жизни спасти не удалось. 55 детей получили травмы. 24 из них были пассажирами и 10 перевозились с нарушением правил дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей в салоне транспортного средства должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка, а также детских удерживающих устройств и иных средств, которые позволяют пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Хотя большинство родителей понимают, что такие меры безопасности во время перевозки детей в салоне транспортных средств необходимость и выполняют правила дорожного движения. Во-первых, это объясняю детям, что нужно всегда пристегиваться, не баловаться в машине, не отвлекать водителя. Ну и, соответственно, что переходить через дорогу, также смотрели контакт с водителем, чтобы они просто перебегали дорогу. Мотивирую, когда сажусь, я не трогаюсь и не завожу машину, пока никто не пристегнется. И также всегда говорю, пока я полностью не остановлюсь и не заглушу машину, не отстегиваться. Можно маму отвлекать во время движения? Нет, нет, нет. А чем это опасно? То, что можно попасть в варю. Это самая главная безопасность детей в машине. Поэтому обязательно нужно соблюдать, чтобы были пристегнуты. Ну в дороге не только водитель может быть виноват, но и посторонние. Это дисковый устройство удерживающий, бустер называется, ясно. Оно, чтобы было пассажир какому-то другу, встречную машину, чтобы было видно, что есть ребенок. Ему демонстрирую в видео, которые показывают эти краш-тесты, что может произойти с пассажиром, если он не пристегнут. Поэтому образно показываю ему, чтобы он понимал. За нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения для штрафа в размере до 4 базовых величин. Парковки для автомобилей людей с ограниченными возможностями вновь в центре внимания Госавтоинспекции области. Сотрудники ГАИ решили проверить, кто паркуется на местах для инвалидов. В прошлом году сотрудники Госавтоинспекции области привлекли к административной ответственности 59 водителей, которые парковали свои автомобили на местах для людей с ограниченными возможностями. Хотелось бы отметить, что на таких местах разрешено парковаться транспортным средством, которые управляют инвалиды первой или второй группы, а также инвалиды третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, либо же лицам перевозящих таких людей. Далеко ходить за примерами не пришлось. Только во время проведения рейда сотрудники ГАИ выявили несколько случаев парковки на местах для инвалидов. Некоторые из нарушителей находят себе оправданий. Если было бы там все стоянки заняты, а если человеку тоже надо куда-то срочно? Я же приезжал, тут места свободные были, я стал. Вы согласны сотрудникам? Я согласен, но тоже тут получается сейчас по городу поездить, где-то срочно самому надо подъехать, и место стоит, тоже такое равноправное. Туда-сюда надо тот человек, и поездить поискать, а стоянки все заняты. А местами, которые даже стоят, никто даже инвалид сюда не становится. Меры воздействия на таких водителей разные. На первый раз устное предупреждение. При повторном нарушении в течение года уже будет штраф в размере двух базовых величин. Несмотря на это, проблема пока существует. Отчего страдают водители с ограниченными возможностями. Для многих из них пройти дополнительно несколько десятков метров довольно сложно, поэтому и выделяется возле поликлиник, больниц, государственных учреждений, торговых центров, специальные места для инвалидов. Я воспитываю ребенка-инвалида. Не всегда есть возможность припарковаться на обычное, простое, свободное место. Проблема остра в такое время, как какие-нибудь предпраздничные дни, поликлиники. Просто люди, есть водители-хамы, которые просто занимают место, и не можешь встать, тебе еще и хамят в ответ. Постоянно, да? На этом месте постоянно. А вы частым пользователем являетесь, да? Каждый день. В большинстве случаев автолюбители понимают, что занимать места парковок для людей с ограниченными возможностями непозволительно. Пусть становятся инвалиды специально для этих целей, или люди, которые подвозят инвалидов, потому что реально люди приедут хамы и встанут на полтора, даже два места, ну, покинут машину и чихать, и на все хотели. Когда человек реально сталкивается, у кого такая проблема с инвалидом, ну, я даже не знаю, что так сказать. Ну, нехорошо это под машину. Лишать правное, возможно, таких водителей. Ну, чисто мое мнение. Лишать и права, и все. Или как, право управления, там, года на три. Показать на двоих-трех людей, решить, и перестанут. Это чисто мое суббогое мнение. Во время проведения рейда сотрудники ГАИ выявили и другие факты нарушения правил дорожного движения. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу и АЭС одежды в ассортименте общей стоимостью более 2,6 миллионов рублей. Грузовой автомобиль «Вольво», принадлежащий польскому перевозчику, следовал из Польши через пункт пропуска Козловища. При проведении таможенного контроля сотрудниками таможни было установлено, что в грузовом отсеке находится более 22 тысяч единиц мужской, женской, подростковой и детской одежды, которая не была заявлена в товаросопроводительных документах. Общая ценочная стоимость незадекларированного товара составила более 2,6 миллиона рублей. По данному факту Брестской таможни начат административный процесс. На сегодня это все материалы выпуска. Следующая передача «Зона безопасности» выйдет в эфир 23 января в 19.55 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова